Киев вновь обстрелян. В Чернигове разрушен мост. Мариуполь остается в полной блокаде. Пентагон назвал опасными слова Пескова о ядерном оружии. Полицейских в России увольняют за поддержку Навального. В регионах растут цены и пустеют полки. Об этих и других событиях сегодняшнего дня, 23 марта, расскажу сейчас более подробно. Я Мелани Бачина. Всем здравствуйте. Продолжаются ночные обстрелы российской армии украинских городов. В Киеве по одному из жилых районов был нанесен удар предварительно из реактивных систем залпового огня «Град». Ракеты попали по частным и многоэтажным домам. Как минимум четыре человека пострадали. В Чернигове, по сообщению главы области, после авианалета разрушен мост, который соединял Чернигов и Киев. По нему доставляли гуманитарную помощь, а также эвакуировали местных жителей. По словам мэра города Владислава Атрошенко, ежедневно в Чернигове хоронят около 40 человек. В городе нет электроэнергии, воды, тепла и практически нет газа. Многие дома разрушены. В полной блокаде остается и Мариуполь. В городе разрушено 90% инфраструктуры. Организовать вывоз мирных жителей не получается из-за обстрелов. Украинский президент обвиняет в этом российских военных, так как атакам неоднократно подвергались и зеленые коридоры. В городе остаются около 100 тысяч людей. В нечеловеческих условиях. В полной блокаде. Без еды, без воды, без лекарств. Под постоянными обстрелами, под постоянными бомбардировками. Уже не первую неделю. Мы пытаемся организовать стабильные гуманитарные коридоры для мариупольцев. Но все наши попытки срывают с российскими оккупантами, обстрелами или сознательным террором. Страны Запада призывают Россию остановить обстрелы Мариуполя и называют происходящее там военным преступлением. Заявление в очередной раз сделал Госдепартамент США. Там отметили, что если миру нужны дополнительные доказательства того, что доводы Владимира Путина как основания для вторжения в Украину совершенно беспочвенной, пусть посмотрят на Мариуполь. С учетом того, что Мариуполь — город преимущественно русскоговорящий, Путин мог ожидать, что там будут рады его войскам. Вместо этого жители оказывают упорное сопротивление и тем самым лишают Кремль и весь мир иллюзии о том, что народ Украины будет приветствовать российские войска. По факту, их воспринимают исключительно как агрессоров и оккупантов. Это жестокое и, вероятно, неожиданное сопротивление — ответ на вопрос о том, почему Путин направил такие силы на борьбу с гражданским населением. Храбрые люди в Мариуполе положили конец путинским лживым утверждениям, и Кремль реагирует со свойственной ему жестокостью. В представительстве президента в Южном федеральном округе рассказали, что после взятия под контроль российскими военными трассы до Мариуполя аннексированный Россией Крым будет надежно связан транспортным коридором с Донбассом. В интервью РИА Новости заместитель полпреда Кирилл Степанов сказал, что с учетом наличия Крымского моста полуостров станет транзитной территорией между Кавказским регионом, портами Северного Причерноморья, а также соединит между собой индустриальные центры бывших регионов Украины. Напомню, что российские власти до сих пор утверждали, что целью военной операции является демилитаризация и деноцификация Украины, а планы по перманентной оккупации или аннексии каких-либо территорий Украины они отрицали. Министерство обороны США назвали опасной риторику Москвы по поводу возможного использования России ядерного оружия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Москва может использовать ядерное оружие, если возникнет угроза самому существованию российского государства. Песков отметил, что все это прописано в концепции национальной безопасности. Представитель Пентагона Джон Кирби, комментируя слова Пескова, назвал подобный подход несоответствующим тому, как должна вести себя ответственная ядерная держава. В последние дни в руководстве США заявляют, что продвижение российских войск в Украине застопорилось и что они, судя по всему, не достигли многих из поставленных задач. Кирби заметил, что есть признаки перехода украинцев в более активное наступление, и российская армия на этом фоне может терять боевой дух. У нас, безусловно, есть основания говорить, что боевой дух воюющих в Украине российских солдат становится все большей проблемой. И с течением времени, когда им по-прежнему не удается добиться прогресса там, где они хотят его добиться, мы видим все больше признаков того, что моральный дух и сплоченность – это проблема. И да, это явно отражается на эффективности с военной точки зрения. Дмитрий Песков в интервью CNN утверждал, что специальная военная операция в Украине, как российские власти называют вторжение в соседнюю страну, идет в соответствии с заранее поставленными задачами и планами. Президент России Владимир Путин 28 февраля, спустя четыре дня после начала вторжения в Украину, распорядился перевести российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной готовности. Это усилило опасения Запада, что конфликт может перерасти в ядерную войну. Польская разведка направила запрос в Министерство иностранных дел страны, настаивая, чтобы Варшава выслала 45 российских дипломатов. Некоторые из них, предположительно, сотрудничали с российскими секретными службами, и дипломатическая работа была для них лишь прикрытием. Об этом в среду заявил официальный представитель агентства внутренней безопасности Польши Станислав Зарин. По его словам, материалы, которые есть в распоряжении польской спецслужбы, указывают на то, что целью выявленной разведдеятельности был подрыв стабильности Польши и ее зарубежных партнеров. Зарин указал также на угрозу национальной безопасности и интересам страны. Российский посол был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Москва уже предупредила, что примет ответные меры в случае высылки своих дипломатов. Возможная высылка станет крупнейшей в истории в отношении двух стран и одной из крупнейших в истории СССР и России. Как минимум 100 сотрудников полиции в России потеряли работу из-за поддержки оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает русская служба BBC. Увольнения происходили с декабря 2021 года. Издание приводит данные по регионам, ссылаясь на источники. Так, в Волгограде по политическим мотивам работу потеряли 17 сотрудников. В Ярославской области увольняются, вопреки своему желанию более 30 полицейских. В Перми 22 сотрудников, в Томской области почти 30 и по 5-15 человек в Калужской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях. По словам источника BBC в МВД, инициатором увольнений была ФСБ. Служба проводила проверку и спускала имена на увольнение в регионы. Основным источником информации об оппозиционных взглядах сотрудников МВД стала слитая база данных «Умного голосования». Это электронный проект команды Навального, который позволяет людям организовать протестное голосование на выборах в своем регионе, а также подписки на проекты Навального и лайки под его постами. Напомню, сам Алексей Навальный сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области. Накануне суд приговорил его еще к 9 годам строгого режима по обвинению в мошенничестве. Журналист из Пскова Светлана Прокопьева, которая сотрудничает с региональным проектом «Радио Свобода Север-Реали» уехала из России. В своем посте в Фейсбуке она рассказала, что сейчас находится в Риге. По ее словам, она переживает за оставшихся в России близких, но успокаивает себя тем, что, окажись она в тюрьме, им было бы не легче. «По крайней мере, моя профессия со мной и теперь меня не заткнешь», — написала журналистка. Несколько дней назад полицейские пришли к Светлане Прокопьевой с обыском. Они выбили дверь в ее доме, повалили с кровати лицом в пол, надели наручники и увезли на допрос. Обыски одновременно проводились у других журналистов и оппозиционных политиков. Прокопьева находится в статусе свидетеля по делу о клевете в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Активисты связывают эти обыски с критикой так называемой военной спецоперации, которую российские власти проводят в Украине. Добавлю, что ранее стало известно об уголовном деле против журналиста Александра Невзорова дело возбудили по новой статье о фейках относительно действий российской армии за рубежом. Таких дел в стране уже не менее восьми. Следствие заявляет, что Невзоров на своей странице в Инстаграме, а также в Ютьюбе опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. В обнародованном сегодня открытом письме главе Следственного комитета Александру Бастрыкину Невзоров назвал дело нелепым и предложил его закрыть. Журналист сослался на закон о СМИ и Конституцию, которые предоставляют ему право иметь собственное мнение о происходящем. Он также отметил, что его выводы о событиях в Мариуполе были основаны на убедительной фактуре авторитетных мировых СМИ. Депутатам от «Единой России» запретили покидать страну без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает издание «Холод» со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное самим Васильевым. Если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки. Также в распоряжении сказано, что при необходимости решение руководителя фракции может быть принято в устной форме. Депутатов «Единой России» в Госдуме 325 человек. Общее число депутатов 450. Об аналогичных распоряжениях в других фракциях пока неизвестно. Подлинность опубликованного документа «Единая Россия» пока не подтвердила. Россияне забрали из банков рекордную с 2008 года сумму. В феврале они сняли более триллиона рублей. По нынешнему курсу это около 11,5 миллиардов долларов. Это самый значительный отток вкладов с 2008 года в абсолютном выражении. Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на обзор Центробанка России. Как отмечается в материалах российского Центробанка, отток денег в основном пришелся на последнюю неделю февраля. В ЦБ подчеркнули, что спрос населения на рублевую и валютную наличность был вызван, цитирую, «негативным информационным фоном в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков». Их ввели, я напомню, после вторжения России на территорию Украины. И подробнее об экономической ситуации в России сейчас поговорим с гостем нашей студии, предпринимателем Дмитрием Потапенко. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Ну вот спрошу сначала об этом рекордном снятии денег россиянами, более триллиона рублей. Какой в этом смысл, как вы считаете? Смысл достаточно простой. Россияне видят то, что происходит, соответственно, не только в информационном поле, как было указано, но в первую очередь, что происходит с экономикой России. Совершенно логично, понимая, что в любую секунду их вклады могут превратиться в облигации очередного займа, благо на территории СССР это происходило ряд отрядов, они, в общем, предпочли все-таки держать деньги под подушкой на акте, вот те, кто успел перевести, соответственно, в крепкую валюту. Так что решение абсолютно антикризисно логичное. Ну а какие у этого могут быть последствия? Ну, на сегодняшний день никаких, потому что будем тоже объективно, в феодальном государстве, где банковская система является всего лишь проводником от феодалов к их вассалам, соответственно, денежек, ну, точнее, как бы благ, деньги могут быть нарисованы, переданы, поэтому банковская система от этого не рухнет по причине того, что она всего лишь денежно проводящая, она не зарабатывает на каких-то инвестиционных контрактах, поэтому, в общем, это всего лишь труба, а труба, как это то, что умерло, мертвым быть не может. Ну вот после введения Западом жестких санкций в отношении России, беспрецедентных санкций, цены практически на все товары выросли в России, только по официальным данным Росстата, недельная инфляция вторую неделю подряд уже выше 2% и достигает показателей кризиса 98-го года. Вот по-вашему, что будет дальше происходить с потребительскими ценами на продукты, на товары первой необходимости, средства гигиены, ну и так далее по списку? Ну, сейчас пока происходят слабые изменения, поскольку есть изменения, там многие знают о том, что исчезли женские предметы женской гигиены, прокладки, соответственно, тампоны исчезают, сахар, ну это как раз более паническая история, исчезают, соответственно, там ряд других товаров, например, соответственно, бумага для принтеров, ну и далее по списку. Пока это носит все локальный характер, поэтому пустых полок пока не будет. Основные изменения, поскольку все-таки мы как предприниматели и ритейл, и общепит, и логисты, и производители нарастили достаточно приличные мощности и изменения начнут появляться с 10-20 апреля. Потом будет куда более быстрое исчезновение товаров, это единовременное, то есть сжатие ассортимента и рост цены на данные товары. Поэтому, в общем, это нормальная история. Но это не про санкции, потому что категорически неверно употреблять слово санкции. В чем отличие этого так называемого кризиса, скажем так, военно-операционного кризиса, как у нас требуют говорить, это в том, что частные финансово-промышленные компании высказали свое ФЭД. То, что ошибочно называется государствами, в том числе и всякими блоками, они ведут себя как на базаре, стараясь как-то не уронить собственный рейтинг, потому что у них впереди все выборы, объяснить избирателям, что им придется заплатить за, в общем-то, мир во всем мире, они не в состоянии, пока все это носит абсолютно разрозненный, хаотичный характер. Но я уж не говорю про позицию Китая и Индии. То есть правильно я вас понимаю, что эффекты от санкций, которые с Западом были введены, еще будут введены, пока россияне на самом деле не почувствовали, и вот то, что происходит, это, ну, такое, скорее, паническое настроение населения и, ну, эффект от этой паники. Ну, я бы сказал бы то, что количество так называемых, я бы разделил бы, частные санкции россияне чувствуют, это вот как раз остановление фракта. А вот государственные санкции, скажем так, я бы разделил бы фундаментально. Вот эти 6-7 тысяч, это все не санкции, это имитация бурной деятельности. Поэтому их, они как не были, так и не будут действенны ни при каких обстоятельствах. А вот как будут действовать финансовые группы, будут ли они к этому антивоенно-операционному альянсу присоединяться или будут от него отпочковываться, от этого и будет, как говорится, чувствовать себя экономика России. То, что называется ошибочно государством и государственные альянсы западные, я в них не просто не верю, а я понимаю, что они исчерпали свою в 21-м вообще возможности, и государств уже не существует. Всем управляет финансово-промышленная группа, и вот если они как-то соизволят побороться за свободу, тогда эта свобода будет. Если они съедут с этой темы, скажем так, извините за грубое словцо, то, значит, все будет по-другому. Ну, пока такой готовности не наблюдается, правильно я понимаю? То есть есть частные инициативы компаний об уходе и выражении своей позиции? Да, частные инициативы существенно мощнее, чем то, что ошибочно называется государством. То, как себя ведут государственные мужи абсолютно всех стран мира, ну, если бы я был их избирателем, я бы их выгнал за шеи с волчьим билетом и не допустил бы ни в политику. Я уж не говорю про то, что называется блоком НАТО. Я уже давно его называю третьей остановкой от бельгийского аэропорта. Не в состоянии ничего делать, разогнать их и отправить, что называется, убирать улицы. Ну, тогда, собственно, как вы оцениваете те санкции, которые были введены против России? Я имею в виду вот как раз на государственном уровне. Могут ли они существенно как-то повлиять на политическую ситуацию, вот экономическую, на политическую ситуацию и действия российских властей? Я исключено как класс, потому что каждый раз, когда я вынужден сталкиваться с иностранными СМИ, с иностранцами, я понимаю, что они абсолютно не понимают, как устроено феодальное государство. Не олигархи управляют Российской Федерацией, а генерал-лейтенанта. Назовите хоть одну санкцию, которая была на какой-то блок из генерал-лейтенанта, подчеркиваю, это несколько блоков, подействовало. В картине мира ни политологов зарубежных, ни государственных мужей мира вообще этого нет даже близко. Они все время рассуждают о каком-то восстании народа, о каких-то восстаниях олигархов. То есть это надо настолько быть, извините за выражение, тупым и безмозглым, и не понимать, что такое Россия, как она управляется, как она создана. И это происходит уже на протяжении более чем двух десятилетий. Ну, я могу только развести руками, продолжайте воевать с виртуальной Россией и получайте то, что вы получаете, абсолютно законно. Вешайте портреты Путина у себя там в НАТО и молитесь на него, потому что вы точно недостойны управлять НАТО. Возвращаясь к ситуации в России, если говорить о народе, который сейчас активно скупает некоторые продукты долгого хранения, могу вас спросить, почему сахар? Здесь тоже ответ достаточно просто. Когда происходит любой кризис, если вы вспомните фильм «Люди в черном», часть первая, то когда к нам прилетело инопланетное существо, и оно вселилось в тело Эдгара, то по странным течениям обстоятельствам оно потребовало от землянки сахар. Поскольку это был таракан, и у него не отсутствовали, соответственно, челюсти, он не может перемалывать кристаллы, он потребовал сахара в воде. Так вот, когда происходит любой кризис, требуются дешевые эндорфины. Вода под краном, сахар в воде, и все у вас хорошо. То есть из сахара можно лепить все. Это такая базовая потребность в удовольствии. Сахар в этом смысле помогает лучше всего. Все остальное, ну, это уже по вынужденности. Прокладки попали, потому что отсутствует ряд реактивов. То же самое, почему пропала бумага туалетная, потому что мы экспортируем, закупаем, соответственно, макулатуру, пища, бумага для принтеров, потому что есть реактив, который мы не производим. Это финский реактив. Ну, то есть каждую из позиций можно совершенно четко разобрать, почему. Сахар — это эндорфин, дешевый, соответственно, килокалории. Хорошо. А как вы оцениваете действия и меры, которые в целом российские власти сейчас предпринимают для того, чтобы поддержать экономику страны? Ну, в феодальном государстве они делают все достаточно правильно. Они сохраняют собственную власть, жертвуя, отстегивая все больше и больше количество ненужных звеньев. Все, что касается малого-среднего бизнеса, да и крупного, который не связан с сохранением власти, они отстегивают. При этом сохраняя основные расходы на оборону, спецслужбы и систему правопорядка. То есть, если вы вспомните, как разваливались любые империи, и как любые, соответственно, авторитарные правители уходили, в общем, ничего нового в исторической перспективе у нас нет. Об этом я говорил уже многие годы, и не только что после данного изменения, после этого развала будет, скорее всего, трех генерал-лейтенантчина. У меня даже такие есть видео, которые так называются. Не хотели семьи банкирши, но получите и трех генерал-лейтенантчину. И вы сказали, что возникают все-таки перебои с некоторыми товарами. На ваш взгляд, дефицит товаров, продуктов, лекарств возможен? Потому что некоторые сравнивают с советскими временами то, что может грозить сейчас России. Но в России сейчас все же не плановая рыночная экономика, которая, известно, более гибкая. Вот сможет она подстроиться? Или дефицит неизбежен в будущем? Это зависит как раз от той коалиции, о которой я говорил, от частной коалиции. Потому что если частная коалиция будет работать слаженно, то сужение дефицита товаров и так наблюдается по тем или иным позициям. Но товарозаменители, ну, сейчас, соответственно, поскольку я вижу, что господин Байден не работает с товарищем Си, или работает, на мой взгляд, абсолютно бездарно, то в этой всей заварухе выиграет, в первую очередь, Китай. Китай получит очень хороший сырьевой придаток в виде Сибири для борьбы, соответственно, с США. Ну, а Европе следует готовиться к тому, что она получит, соответственно, ту часть, накачанную, в общем-то, не только ресурсами, но и деньгами. Ей придется соперничать с Россией. Поэтому, поскольку все это телодвижение делаются такие медленные, но плавные, значит, вот Украина лежит, вот, к сожалению, на этом столе, я об этом говорил в 2014 году, между Россией, ЕС и Соединенными Штатами. Просто как на мясном столе. Сейчас это просто острая фаза, абсолютно мерзотная, которая была абсолютно понятна, что она произойдет. Ну, а импортозамещение, в каком оно объеме возможно в России, вот вы о нем говорили, или невозможно вообще в каких-то сферах? Вот если о том же сельском хозяйстве говорить, там какой объем товаров был импортным, скажем? Ну, в России товар либо импортный, либо квазиимпортный. Вообще небольшое государство, ну, по территории Российской Федерации большая. Сейчас та программа после 2014 года, которая была развернута по переделу рынка в рамках феодальных владений, произвела замещение на 4%, но товар в России импортный, либо квазиимпортный, то есть состоит из импортных комплектующих. И повторюсь, если, соответственно, Китай и Индия произведет такое замещение, то, в общем, все жертвы были напрасны. Вот вы говорили об уходе частных компаний западных из России. Вот крупнейший в мире контейнерный перевозчик Майерск объявил о прекращении работы в России, вот буквально. Что это значит? Какие от этого решения будут последствия для самой России? Ну, вот сейчас самое основное, вот те телодвижения, которые, те, как говорится, изменения, которые вы видите, они как раз произошли благодаря именно разрыву логистических цепочек, а не каких-то там санкций, упаси Господь. Именно компания Майерск и ими присоединившийся к ней в логистический пул антивоенной операционной коалиции, собственно говоря, и произвел это изменение. Поэтому, если логистика будет заблокирована, то никакое импортозамещение невозможно. А если там компания Майерск как-то откатит назад, либо появятся другие компании, которые будут работать с Российской Федерацией, то, в общем, опять все можно поставить на округи своя. И здесь, ну, я говорю, если согласия в друзьях не будет, а оно пока, на мой взгляд, является таким лайтовым, то не будет ничего результата. Скажите, ну вот и для бизнеса внутри страны сейчас тогда особенно важно все, что касается кредитования. Сейчас, по-моему, кредиты банки не выдают. Вообще, какие перспективы, что будет с кредитами в ближайшее время, учитывая ставку рефинансирования, учитывая падение рубля и так далее? Ставка сейчас по кредитам порядка 25-35%. Как я уже говорил выше, ну, то, что называем мы правительством, будет рисовать всяческие прожекты в поддержке там на копейки в виде одного там триллиона или еще каких-то. Но будет жертва положено, это, естественно, малый и средний бизнес. Крупный бизнес тоже, часть его пострадает, тоже будет, в общем-то, отобран. У меня даже на этот счет сомнений нету. И раздербанен впоследствии как таковой. Поэтому говорить о бизнесе в феодальном государстве, он подчинен основной парадигме государственного правителя вылазить и будет. Он не самостоятельен с точки зрения принятия каких-то решений. Куда сложнее, конечно, корпорациям, которые имеют диверсифицированные, в том числе, международные хвосты. Но подчеркиваю, то, что ошибочно называется зарубежные государства, большую часть санкций применяют против среднего класса, который является как раз самым, скажем так, не поддерживающим военно-операционные телодвижения. И против как раз финансово-промышленных групп российских, которые также заинтересованы в мире и в стабильности. Поэтому здесь я как раз достаточно пессимистично смотрю на так называемые санкции. Потому что они делаются бездумно и бездарно, я бы сказал. И лишний раз доказывают, что ни политики, ни экономисты, я не в состоянии понять, с чем они столкнулись и как они управляют. Не по тем бьют. Не по тем бьют. Я им рекомендую пересмотреть фильм «Демолюшн Мэн» с Уэсли Снайпсом, не со Слаем. Только с одной маленькой ремаркой, что у них нету Слая. То есть Сильвестра Сталлоне они не разбудили. И вот пусть они в этой картине мира попробуют побороться с разбушевавшимся Уэсли Снайпсом. Удачи им. Американское рейтинговое агентство Фич Рейтинг спрогнозирует, что к концу нынешнего года потребительская инфляция в России достигнет 18%. Объем российской экономики может упасть на 8%. Для простых россиян это все что означает? Для простых россиян это означает, что они будут больше ненавидеть Гейропу и Пиндосов, потому что они отобрали у них пенсию и гадят у них в подъездах. И только они в этом всем виноваты. Они будут питаться. Книжка у них будет лежать где-нибудь в каком-нибудь государственном учреждении, а питаться они будут на подножном корму со своих огородов. Ну, собственно, Дмитрий, в завершении хотела вас спросить, что можно россиянам в этой ситуации делать? То есть затягивать потуже ремень и сажать огород? Ну, они уже это делают без нашего всякого бессопливого совета. При этом им нужно еще больше смотреть телевизор, чтобы у них была духоподъемная какая-нибудь внутренняя мотивация. Потому что это крайне важно, чтобы мир был понятен и прозрачен. Что ж, спасибо Дмитрию и Дмитрию Потапенко, предприниматель, был гостем нашей программы. На этом сегодня все. Я Мални Бачина. Мы продолжаем следить за развитием событий. А вы подписывайтесь, комментируйте и берегите себя. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин